Письмо Христово Апостол Павел применил в этом послании, послание к Коринфянам, это второе послание к Коринфянам, глава 3, мы будем читать первые три стиха, в связи с чем Павел применил это сравнение в письмо Христово. Письмо Христово Братья, такое сравнение христианина с письмом Христовым, оно возникло у Павла в связи с тем, что Павел определенное время, а это где-то около 20 лет, совершал свое независимое служение от апостолов. В послании к Галатам он и в первой главе пишет о первом посещении Иерусалима через три года после обращения своего. Во второй главе он пишет, что лет через 14 он ходил в Иерусалим, и только после второго посещения Иерусалима апостолы подали руку общения Павлу и его сотрудникам. А до этого Павел совершал это независимое служение от апостолов, имея призвание от самого Господа. И это служение, оно было благословенным. Были те церкви, где Павел защищал свое апостольство. И одна из таких церквей, вот эта церковь в Коринфе, где он прожил полтора года, он знал эти проблемы все внутренние этой церкви. И вот два послания, которые мы имеем, они адресованы этой церкви. Но мы понимаем, что те проблемы, которые были в этой церкви, братья и сестры, эти проблемы, они могут быть и в нашей жизни, в нашем хождении перед Господом и в наших церквах. Поэтому, братья Павел, до определенного момента времени он не получал никаких одобрительных писем ни от одной церкви. Но, разумеется, центр христианства был в Иерусалиме, и поэтому были определенного рода трудности в служении и труде апостола Павла. И вот здесь эту главу, третью он начинает этими словами, неужели нам снова надо знакомиться с вами, неужели вам нужны одобрительные письма. И в первом послании, в девятой главе, во втором стихе, он, защищая свое апостольство, говорит такое слово, что «печать моего апостольства» – это вы в Господе. Вы, как письмо Христово, как письмо Христово. Поэтому практика, она тогда существовала в церкви, она и не только тогда существовала, и в последующие времена. Но здесь, вот апостол Павел, говоря это слово уже во втором послании, которое он пишет этой коринфской церкви, говорит, как призванный апостол от самого Господа. И, используя вот этот пример этих писем одобрительных, которые имели место быть в то время, да и в последующие времена они были, он пишет вот такое слово, такое слово верующим в Коринфе. Вы, наше письмо, написанное в сердцах наших, и вот не всеми читаемое и узнаваемое, и причем не чернилами, не чернилами. Мы понимаем, что речь идет об образе жизни христианина, и понимаем, что, несмотря на то, что мы все разные, братья, все мы разные, да? Вот точно так же, как конверты, которые очень много на сортировке, вот на почтампе, вот проходят, они самого различные, и там различный почерк, и там различные адресаты. Братья, ну это то, что мы имеем в жизни нашей практической, вот, в обиходе нашем, но в духовном плане, сегодня, братья, и вот в этот вечерний час, и завтра будет раскрываться вот эта тема, образ жизни христианина, который должен быть написан одним почерком. Это почерк Христов, потому что это письмо Христово, мы, потому что это почерк Духа Святого. Великая тайна, братья, для нас сегодня, и она открылась вот в вопросе домостроительства Церкви Божией. Это Христос в нас, это Христос в нас. Почему и Павел говорит об этом и пишет это слово, что вы письмо Христово, всеми читаемое и узнаваемое. Братья, этот почерк, это свидетельство Духа Святого, оно действительно всеми читается и всеми узнается. Оно читается и узнается среди нашей среды, среди верующих людей. Мир тоже нас читает и узнает, братья. Мир тоже узнает и читает нас. И какая ответственность ложится на каждого из нас, чтобы мы могли сегодня почувствовать вот эту ответственность, которую мы имеем сегодня перед Господом, это ответственность, святая ответственность. Письмо Христово, всеми читаемое и узнаваемое. В своей Нагорной проповеди Христос сказал такое слово, «Что не может укрыться город, стоящий наверху горы, говоря о свете тоже, и свечу не ставят, зажегшую куда-то под кровать или для того, чтобы скрыть этот свет». Да нет, ставят на видном месте для того, чтобы виден был этот свет. Поэтому, братья, если мы действительно показываем собою образ Христов, письмо Христово, братья, мы никуда не укроемся, и этого делать-то не надо. Это делать не надо. Мы должны быть открыты друг для друга. Мы должны сегодня открыты быть и для этого мира в вопросе нашего христианского образа жизни. В восьмой главе послания к римлянам апостол Павел, говоря о предопределении избрания нашим, он сказал о той главной цели Бога, ради чего это Бог сделал, чтобы нас избрал и поставил, и даровал нам спасение, для того, чтобы уподобить нас образу Сына Своего. Это цель Бога. И в этом наше должно быть и усилие, и стремление, направленное для того, чтобы именно быть таковыми. Этот образ письма, братья, я думаю, он доступен, понятен каждому. Самый простой такой образ – сравнение, которое доступно и понятно сегодня нам. Мы понимаем, что письма, которые и мы в жизни много получали, особенно старшее поколение, сегодня молодое поколение обычно писем таких не получает в конвертах, все по смс-кам сегодня. Но было время, да и сейчас все равно есть, получают письма и в конвертах, и письма самого различного рода бывают. Они бывают хорошие, вот, хорошего содержания, и плохие бывают, и с плохими вестями. Но наш образ, братья, наш образ, вот внутреннее содержание, оно должно быть, оно должно быть Христовым, оно должно быть добрым, оно должно быть добрым. Это Христово благоухание, которое должно распространяться нами во всяком месте. Мы будем еще в дальнейшем и сегодня, в вечерний час, слушать Слово, которое будет нам говорить о практической стороне нашей христианской жизни, нашего христианского вероисповедания. Братья, образ христианина, он должен везде проявляться, мы уже немного слышали перед началом, он должен проявляться в личной нашей жизни, он должен проявляться в семейной нашей жизни, он должен проявляться и в церкви, в труде, в служении, он должен проявляться и на работе. Среди этого мира, где мы живем, среди соседей наших, это тоже очень важно. И какой свет, что читают люди в нас или что они могут прочитать, братья? Сегодня мы собрались для того, чтобы мы могли вникнуть вот в нашего внутреннего человека, чтобы мы могли сегодня вновь обратиться к Слову Божьему, как к зеркалу, как к свету Божьему, который может просветить наш внутренний мир. Вот внутренний наш мир, братья, ничто не может в этом мире так обозначить или обнаружить сердечные тайные намерения наши. Все сокрытое – это действие Духа Святого, это делает Слово Божие, делает Слово Божие. Апостол Павел в послании к евреям в 4 главе, Он написал это Слово о силе этого Слова, что оно живо и действенно, что оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Братья, я хочу призвать всех к молитве, и пусть Господь сегодня Духом Святым, вот о чем мы прочитали, вот это письмо – это наше состояние, которое пишется Духом Святым. Мы имеем очень великое свидетельство, братья, в Духе нашем от Духа Святого, что мы – дети Божие. А если дети Божие, братья? Мы – письмо Христово. Да поможет нам Господь настроиться сегодня и в этот вечерний час вот на это общение со Словом Божьим, на действие Духа Святого, которое Он будет производить в нашем сердце, откроем вот нашего внутреннего человека, наш внутренний мир для действия Духа Святого. Это очень важно для того, чтобы мы могли открыть и расположить свое сердце для действия Духа Святого. Если наше сердце будет закрыто, если мы будем как-то скептически относиться вот к Слову Божьему, это очень плохо. Написано, пророчество нельзя уничижать. Это Слово Божие, которое сегодня обращено и к нам. И пусть вот этот образ, это сравнение, которое Павел некогда употребил в своем служении, и это имело место, вот, и Он использовал этот момент вот и в Коринфе для того, чтобы показать, насколько образ, насколько жизнь христианская и вот действия Духа Святого, они насколько были больше тех писем отобрительных, которых Павел не получал из Иерусалима. Почему? Потому что его служение было действенным, оно было силой Духа Святого, и то Евангелие, которое он проповедовал, это было то Евангелие, которое он научился не от человеков, но получил по откровению от самого Иисуса Христа. И тогда, когда апостолы подали руку общения Павлу и его сотрудникам, они приняли то благовествование, которое нес апостол Павел, оно было таким же, каким они приняли апостолы и от самого Иисуса Христа. Поэтому, братья, пусть этот вот образ, прекрасный образ Письма Христова, а это мы с вами сегодня, будет сегодня в наших сердцах, в рассуждениях наших, в молитвах наших. Аминь. Слава Христа Учить себя благого, сокрытый в нас сердечной глубине. И ты, и я, мы все письмо Христово, Его читают люди на земле. Большая книга наша жизнь земная, и ветер дней страниц и шеи велит, на тех страницах боли и страдания, и радость светлая, как луч горит. Там жаль, сердец, труд и стремления наши. Молитвы тихие, призов души, о жизни наших, те страницы скажут, живые горы о себе. Слава Христа Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.